о самурае икс я когда-то узнал от друга благодаря выходу фильма посмотрел типичная всрата японской кино с это невозможно мерзкой экспрессией потом глянул аниме и было хорошо дарки шишио включительно в конце вообще появляются боевые маги фэн-шуя что какого черта лишь сильно позже для видео я прочитал мангу было здорово дарки шишио включительно это мне настолько и приветствую на канале это тим вторая итерация аниме нужна ли она была да наверно почему нет плюс чего уже несколько лет выходит сиквел полноценный который не то чтобы противоречит анимационному продолжению но все же анимация там не не зашла я бы глянул продолжение но есть нюанс заставляющийся задаваться вопросом о соотношении автора и его произведения дело в некоторое количество лет назад мангаку арестовали за хранение сотен единиц контента с детьми до того самого контента потом полицейские почесали затылок рассмеялись хлопнули себя по лбу это же япония черт возьми чего это мы отпустили отделался легким испугом небольшим штрафом примерно в полторы тысячи баксов за сотни дисков с реальными детьми вы мать он вернулся к работе над сиквелом почему нет япония что с тобой не так рову при просмотре данного аниме был определенный осадочек и он никогда думаю не исчезнет и так история повествует о молодом убийце времен баку мацу ушедшим на покой после войны и пытающимся жить мирно но у него никак не выходит хотя даже после столкновения с гамбитом из людей x огненным супергероем злодеем механикусом он никого не убивает это важно и потому сомнительные анимационные продолжения где клятва не убивать терять сил такой себе собой по пути будут союзники друзья возлюбленные враги которые друзья и друзья которые как враги пока вышла лишь часть нового сезона но уже можно какое-то впечатление сложить новый сериал встречает рэпом рэпом ну да почему бы и нет так как в берсерке была японская попса чудовищно дизиционирующая жанром и нарративом здесь тоже самое может принести традиционную музыку да там рэп переходит в попсу но все равно такое себе вторая версия уже с первого эпизода оказывается ближе к маму например бандит прикрывающийся именем главного героя тут как и в манге работают в паре с братом который хочет захватить землю дадьё любовного интереса пусть будущего пока главного героя каору старом аниме то был ученик которого покалечил отец девушки и потому он захотел отомстить сериал выглядит хорошо приятно без явного всратого 3d это не вершина анимации конечно но сделано годно в принципе пока ощущается как идеальная экранизация которая ближе к оригиналу и выглядит современно есть даже дополнительные кит пояснений небольшие но все же радуют история все еще цепляет печали того как говорится революцию задумывают идеалисты осуществляют фанатики а к власти приходят мерзавцы здесь тоже самое все еще имеет место произвол подавления слабых сильными и мечты о прекрасной японии будущего рассыпались в прах вон один из главных героев вообще был частью народного ополчения поддерживающего режим из-за обещания снижения налогов как противников разбили работяг перебили ибо налоги для всяких смертов снижать ну его тут герой отмечает мол что окей 10 лет прошло но полно все еще людей живущих по старым правилам и понятиям так что беда в этом и да нельзя отрицать что япония открывшись начала переживать свой расцвет оказавшийся настолько сильным что он снова разбудил имперские амбиции возвел национализм и милитаризм в абсолют и это делалось пока по ним бомбы не пахнули так что мечтам герои не суждено было сбыться на потом да никакого милитаризма эпизоды старого и нового аниме можно смотреть чуть ли не параллельно событий на не соответствуют друг другу отличаясь лишь в ранее упомянутых мелочах да может быть чуть меньше сюжета чуть больше каких на местах но не критично здорово обещаю 24 эпизода в какой-то веке не 13 интересно все ли экранизируют или забьют таки как обычно бывает хорошая него можно если не смотрели оригинал ознакомиться если смотрели вспомнить и насладиться на этом пожалуй меня все подписывайтесь на канал и бусти спасибо за внимание и пока